Добро пожаловать в захватывающий мир квантовой реальности, где законы физики переплетаются с удивительными явлениями микромира. Квантовая физика открывает перед нами двери в мир, где частицы могут вести себя как волны, а пространство и время подчиняются необычным законам. В этом видео мы погрузимся в удивительный мир квантовой реальности, где наблюдения и измерения могут изменить поведение частиц, а принципы неопределенности Гейзенберга ставят под вопрос наше понимание о мире вокруг нас. Микромир квантовой физики открывает перед нами новые горизонты понимания природы, материи и энергии. Мы рассмотрим феномены квантовой суперпозиции, квантового туннелирования и квантового взаимодействия, которые делают квантовую реальность такой удивительной и загадочной. Узнаем о квантовых частицах, волновых функциях и вероятностных распределениях, которые определяют поведение микромира. Погрузимся в мир квантовой реальности вместе и откроем для себя удивительные законы и явления, которые лежат в основе нашего мироздания. Давайте исследуем квантовую физику, раскроем тайны микромира и попытаемся понять невероятные возможности и потенциал квантовой реальности, где чудеса становятся возможными и границы между физикой и метафизикой стираются. Современные ученые, изучающие квантовую физику, приходят к удивительным и порой парадоксальным выводам относительно природы частиц и волн. Одним из ключевых понятий в квантовой физике является дуализм волн-частиц. Согласно квантовой механике, частица может вести себя как волна и как частица одновременно, в зависимости от условий эксперимента. Это означает, что элементарные частицы, такие как фотоны или электроны, могут проявлять как волновые, так и частицеподобные свойства. Например, в эксперименте двойной щели, когда электроны проходят через две узкие щели, они проявляют интерференционную картину, характерную для волн. Это свидетельствует о волновых свойствах электронов. Однако, когда электроны наблюдаются индивидуально, они ведут себя как частицы, попадая на экран в виде отдельных точек. Ученые говорят, что эта дуальность частиц и волн является фундаментальным аспектом квантовой механики и отражает особенности микромира. Это понимание помогает объяснить ряд квантовых явлений, таких как квантовое туннелирование, квантовая суперпозиция и квантовое измерение. Таким образом, современные ученые в квантовой физике признают, что частицы и волны в микромире проявляют себя по-разному и обладают дуализмом, что открывает новые горизонты для понимания природы, материи и энергии на квантовом уровне. Давайте же рассмотрим, что такое квантовое туннелирование, квантовая суперпозиция и квантовое измерение. Квантовое туннелирование — это феномен квантовой механики, который описывает вероятность частицам проникнуть через потенциальный барьер, который классический объект не мог бы преодолеть. Этот эффект возникает из-за волновой природы частиц в квантовой физике. В классической механике частица должна иметь достаточно энергии, чтобы преодолеть потенциальный барьер. Однако в квантовой механике частица, представленная волновой функцией, имеет вероятность проникнуть через барьер даже при отсутствии достаточной энергии. Квантовое туннелирование проявляется в различных областях физики, включая электронику, ядерную физику и квантовую оптику. Например, в квантовой теории туннелирования электроны могут проникать через потенциальные барьеры в полупроводниках, что играет важную роль в функционировании полупроводниковых устройств. Этот феномен также имеет значение в ядерной физике, где квантовое туннелирование может привести к процессам распада радиоактивных элементов. Кроме того, в квантовой оптике квантовое туннелирование используется для создания квантовых ям и квантовых точек, что имеет применение в разработке квантовых устройств и квантовой криптографии. Таким образом, квантовое туннелирование — это удивительное явление квантовой механики, которое позволяет частицам проникать через потенциальные барьеры, открывая новые возможности применения в различных областях науки и технологий. Квантовая суперпозиция — это квантовое состояние системы, в котором она одновременно находится в нескольких возможных состояниях, пока не произойдет измерение или взаимодействие с другой системой. Этот феномен является одним из ключевых аспектов квантовой механики и отличает квантовые системы от классических. В квантовой физике, когда система находится в суперпозиции, она представляется как комбинация всех возможных состояний, которые она может принять. Это означает, что система может быть в неопределенном состоянии, где она существует одновременно во всех возможных состояниях с различными вероятностями. Примером квантовой суперпозиции является так называемый эксперимент с котом Шрёдингера. В этом гипотетическом эксперименте кот находится в ящике с ядом, который может быть активирован случайным образом. Пока ящик не открыт и кот не наблюдается, он существует в суперпозиции состояний, как живой и как мертвый одновременно. Квантовая суперпозиция играет важную роль в квантовой вычислительной технике, где кубиты, квантовые аналоги классических битов, могут находиться в суперпозиции состояний, что позволяет выполнять параллельные вычисления и решать сложные задачи более эффективно. Таким образом, квантовая суперпозиция представляет собой уникальное квантовое состояние, где система существует во всех возможных состояниях одновременно, открывая новые возможности для квантовых технологий и понимания микромира. Рассмотрим, что же такое квантовое измерение. Это процесс, при котором квантовая система переходит из суперпозиции состояний в определенное состояние в результате наблюдения или взаимодействия с другой системой. В квантовой механике измерение играет важную роль, поскольку оно позволяет получить конкретное значение некоторой физической величины, такой как положение частицы или ее импульс. Одним из ключевых аспектов квантового измерения является коллапс волновой функции. В квантовой механике волновая функция описывает вероятность нахождения системы в различных состояниях до момента измерения. После измерения система коллапсирует в одной из возможных состояний в соответствии с вероятностями, определенными волновой функцией. Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что при измерении невозможно одновременно точно измерить положение и импульс частицы. Это означает, что само измерение влияет на состояние системы, и точность измерения одной величины уменьшает точность измерения другой. Квантовое измерение также связано с понятием взаимодействия наблюдателя и квантовой системы. В соответствии с интерпретацией Копенгагенской школы, измерение приводит к коллапсу волновой функции и определению состояния системы. Другие интерпретации, такие как многомировая интерпретация, предполагают, что все возможные результаты измерения реализуются в различных ветвях мультивселенной. Таким образом, квантовое измерение — это ключевой процесс в квантовой механике, который позволяет получить информацию о квантовой системе и определить ее состояние, характеризуя особенности поведения микромира и его взаимодействия с наблюдателем. Концепция дуальности присутствует во многих аспектах нашей жизни и мироздания. Рассмотрим соединение концепции дуальности в парах. Ночь-день. Добро-зло. Мужское-женское. Свет-тьма. Ночь-день. Ночь и день представляют собой противоположности, символизирующие тьму и свет соответственно. Ночь ассоциируется с покоем, тайной и отдыхом, в то время как день — с яркостью, активностью и энергией. Вместе они формируют цикл времени, символизируя баланс между покоем и активностью, между тьмой и светом. Добро и зло. Добро и зло — это вечные противоположности, представляющие моральные и этические аспекты человеческой природы. Добро символизирует любовь, сострадание и доброту, в то время как зло — эгоизм, ненависть и разрушение. Взаимодействие между добром и злом формирует борьбу между светом и тьмой внутри каждого из нас. Мужское и женское Мужское и женское представляют собой гендерные противоположности, символизирующие маскулинность и фемининность. Мужское ассоциируется с силой, решительностью и активностью, в то время как женское — с нежностью, интуицией и эмоциональностью. Мужское взаимодействие между мужским и женским началом формирует гармонию и баланс в отношениях и внутреннем мире. Свет и тьма Мужское взаимодействие между просвещением и испытаниями. Таким образом, концепция дуальности в этих парах отражает глубокие аспекты нашего существования, показывая, что в мире каждой противоположности скрыт баланс и гармония, которые формируют наш мир и наше понимание реальности. Субтитры создавал DimaTorzok